Дорогие друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Роман Юрьевич Болдырев. Я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Тема моего сегодняшнего выступления – Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. В ходе сегодняшней встречи мы узнаем с вами, в чем проявился массовый героизм жителей Архангельской области в годы Великой Отечественной войны. Мы будем говорить с вами о том, какую роль сыграли северяне на фронтах Великой Отечественной войны, какой подвиг совершили труженики нашего тыла, как работали порты Архангельска и Молотовска в годы войны, как они подвергались бомбардировкам. Рассмотрим развитие сельского хозяйства, медицину в годы войны, как осуществлялось снабжение населения, как обстояли дела с демографической ситуацией и как развивались образование и наука на Севере в тревожные годы Великой Отечественной войны. Начнем же наше сегодняшнее занятие на берегу Северной Двины, где 31 августа 2011 года была установлена Стелла Архангельск, город воинской славы. Многие туристы, приезжающие в Архангельск, недоумевают, за что тыловой, в общем-то, город, который был обозначен на немецких картах плана операции «Барбаросса», лишь как конечная цель немецкого наступления на Севере, немецкие войска планировали выйти на линию Архангельск-река Волга-Астрахань, почему он удостоился такого высокого звания «город воинской славы». Ну а начнем мы наш рассказ с событий 22 июня 1941 года. Точно так же, как все жители нашей страны, северяне узнали о начале Великой Отечественной войны из выступления по радио Наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Архангельск и Архангельская область также участвовали в мобилизации, объявленной в первые дни Великой Отечественной войны. Многие жители области добровольцами вступили в ряды Красной Армии. Всего же за годы войны Архангельская область направила на фронт свыше 310 тысяч человек. К сожалению, 45% из них не вернулись обратно на фронт, не вернулись обратно домой с фронтов Великой Отечественной. На территории нашей области было сформировано 8 стрелковых дивизий, 6 бригад, 5 отдельных полков, 24 лыжных батальона и более 80 отдельных частей. Северяне приняли участие во всех важнейших операциях Великой Отечественной войны. Они защищали Москву, защищали Сталинград и Ленинград, защищали наши Заполярье, брали Берлин, освобождали Маньчжурию. Большинство уроженцев Севера воевали в составе 43-й армии Карельского фронта, а также в рядах 23-й гвардейской, 2-й, 100-й, 263-й стрелковой дивизии, 10-й краснознаменной, 42-й, 63-й и 92-й бригад морской пехоты. Уроженцы Севера воевали на всех флотах Великой Отечественной войны. Обратимся к данным статистике. Мы видим, что на 1 июля 1941 года население Архангельской области составляло чуть более 1 миллиона человек. Из них, мы видим, умерли мирных жителей, 11%, 22% северян было мобилизовано на фронт, выжило, находясь в тылу на территории Архангельской области, 67% населения Архангельской области. Из мобилизованных 310 500 человек на фронт вернулись обратно с победой 55% северян, 30% погибли на фронтах Великой Отечественной войны и еще 15% пропали без власти. Таким образом, военные потери населения Архангельской области от числа мобилизованных и составили те самых 45%, о которых я вам уже сказал. Северяне самой героической стороны зарекомендовали себя на фронтах Великой Отечественной войны. Уроженец Котловского района Николай Герасимович Кузнецов был бессменным командующим Советским военно-морским флотом весь период Великой Отечественной войны. Это он на собственный страх и риск привел все флоты Советского Союза в состояние полной боевой готовности и приказал встречать немецкое наступление огнем из всех видов орудий, огнем зенитных орудий, что позволило флоту 22 июня 1941 года избежать потерь в кораблях и боевых самолетах. История сохранила формулировку из того приказа, который он отдал «принимаю ответственность на себя». И эта фраза выбита на памятнике Николаю Герасимовичу Кузнецову, который установлен на набережной Северной Двины. Уроженец Котласского района Щелкунов служил в бомбардировочной авиации и участвовал в тех самых легендарных налетах на Берлин, которые наша авиация в августе 1941 года осуществляла как своеобразную акцию возмездия, чтобы показать населению гитлеровской Германии, что, несмотря на то, что немецкие войска находились уже в предместях Ленинграда и выходили к Москве, у нашей авиации есть силы для того, чтобы нанести ответный удар по столице Гитлеровского рейха. Затем он участвовал и в битве за Москву. В ходе боев в Заполярье в ноябре 1941 года совершил свой подвиг уроженец Мизенского района Александр Торцев. Архангелогородец Петр Норицын в ходе контрнаступления под Сталинградом вместе со всем своим танковым экипажем тяжелого танка КВ-1 оказался в полном окружении, отрезанном от остальных наших частей. Гитлеровцы предлагали советским танкистам капитулировать, сдаться в плен, сдав боевую технику. Но экипаж танка предпочел сгореть в своей машине заживо, но не сдаться в плен врагу. Ученик архангельского ФЗУ Сергей Орешков в ходе битвы на Курской дуге закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг легендарного Александра Матросова. Уроженец Онежского района Николай Козлов отличился при форсировании Днепра. Он лично уничтожил два танка и более 50 солдат противника, контр-атаковавших наши войска, захвативших стратегически важный плацдарм на противоположном берегу Днепра. При форсировании реки Нарвы, оставшись в одиночестве из всего артиллерийского расчета, житель Ниандамского района Михаил Горбач не отступил. Он сам выполнял обязанности и подносчика снаряда, и заряжающего, и вел огонь по вражеской пехоте, уничтожив лично из оставшейся в его распоряжении пушки 16 гитлеровцев. Уроженец Онежского района Семен Агафонов отличился при проведении Пицамо-Киркенесской десантной операции. Высадившись в первых рядах десанта, он захватил вражеское орудие и открыл из него огонь по гитлеровцев, облегчив тем самым прорыв остальных катеров с десантом в Печенский залив. Северодвинец Константин Трухинов командовал группой саперов в боях за украинский город Николаев. Под огнем противника наши саперы делали проходы в минных полях, делали проходы в проволочных заграждениях, подавляли огневые точки врага. Уроженец Холмогорского района Прокопий Иванович Галушин пал смертью храбрых в тяжелых боях у озера Болотон, который вела наша армия зимой 1945 года. Когда немецкая самоходная артиллерийская установка «Фердинанд» прорвалась на наши позиции, Петр Иванович со связкой гранат бросился под гусеницы немецкой самоходки, ценой своей жизни остановив здесь наступление врага. В общей сложности 130 уроженцев Архангельской области были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе дважды анижанин Александр Осипович Шабалин. Имена большинства из героев Советского Союза, которые жили или родились на территории Архангельской области, высечены на вот этой стелле, установленной на Архангельской набережной. Говоря о северяных героях, конечно, мы не можем забыть с вами и женщин, которые также вносили весьма успешный вклад в битву с врагом. Роза Егоровна Шанина, советский одиночный снайпер отдельного отряда девушек-снайперов Третьего Белорусского фронта, была кавалером Ордена Славы. Она родилась в деревне Едьма Вельского уезда Вологодской губернии. Летом 1938 года она переехала к месту жительства в Архангельск, поступила в педагогическое училище. В 1943 году она была призвана в армию и закончила школу снайперов. С апреля 1944 года, когда началось генеральное наступление наших войск на Восточном фронте, она оказалась на передовой. Розу Егоровну отличало очень важное качество. Она была известна своей способностью вести очень точную прицельную стрельбу по движущимся целям дуплетом, когда два идущих друг за другом выстрелы наносят удар по врагу. На счету Розы Шаниной 59 подтвержденных уничтоженных солдат и офицеров противника. К сожалению, Роза Егоровна не дожила до нашей победы. 28 января 1945 года она скончалась в госпитале от ранений, полученных ей во время восточно-прусской наступательной операции, когда она своим огнем прикрывала тяжелораненого командира артиллерийского подразделения, который в этот момент выносили с поля боя санитары. Но не только на линии фронта сражались уроженцы Архангельской области. На территории области было сформировано целых три партизанских отряда, которые были переброшены на территорию Карелии для ведения боевых действий в экстремальных погодных и природных условиях. Обратимся с вами к тексту документа. Из докладной записки начальника штаба партизанского движения Карельского фронта Вершинина. Условия боевой деятельности партизанских отрядов в Карело-Финской Советской Социалистической Республике и в Мурманской области имеют целый ряд особенностей. Пополнение партизанских отрядов кадрами при их нахождении в тылу противника было крайне ограничено. Ведение партизанской войны возможно только диверсионными действиями с выходами в глубокий тыл противника на определенное время. Боевые действия сопряжены с необходимостью преодолевать расстояние от 300 до 500 километров по сильно пересеченной лесисто-болотистой местности и тащить на себе продовольствие, оружие и боеприпасы весом в 35-45 килограммов на каждого партизана. Непрерывные выходы в тыл противника продолжительностью от 30 до 50 суток каждый. За время войны партизанские отряды прошли по тылам противника в среднем от 5 тысяч до 11 тысяч километров. Большие трудности возникали при появлении больных и особенно раненых, которые тормозили движение отряда, отрывали большое количество здоровых людей на уход за ними и их эвакуацию в наш тыл. Это была особая партизанская война. Отряд дислоцировался на нашей территории. И пользуясь тем, что в Карелии линия фронта не была сплошной, через озера, через непролазные болота. Эти отряды летом пешком, а зимой на лыжах пересекали линию фронта, уходили в тыл к действующим финским и немецким войскам, совершали боевые вылазки, нападения на отдельные гарнизоны, нападения на отдельные воинские части, важные стратегические объекты, а потом прорывали снова линию фронта и уходили в обратном направлении в наш советский тыл. Все это было сопряжено с необычайным проявлением мужества и героизма. Скупые строки документа, конечно же, не в состоянии передать нам всего, что испытывали на себе советские партизаны. Вы только представьте, если у вас за спиной мешок весом в 35-45 килограммов. И этот вес нужно было нести на себе на протяжении всего похода, который мог продолжаться до двух месяцев. По болотам, по непролазным снегам, по целине, в любое время дня и ночи невозможно обратиться за поддержкой к местному населению, потому что отряды действовали в том числе и на финской территории. Быть раненым, заболеть во время похода, значило почти гарантированно умереть, потому что обратиться за медицинской помощью также было некому. Но это не останавливало наших воинов, и они весьма успешно воевали. Наши архангелогородские партизанские отряды внесли свой вклад в разговором врага. Три партизанских отряда, в которых служило около 1300 человек, прошли в общей сложности 19 тысяч километров в ходе своих рейдов. Совершили 189 партизан были награждены орденами и медалями Советского Союза. На их счету оказалось свыше 3300 убитых солдат и офицеров противника. Подорвано 17 паровозов, организовано крушение 300 вагонов, было уничтожено 6 вражеских гарнизонов, разбито 15 складов и баз противника. Таков был вклад наших северных партизан в разгром врага и в нашу победу в Великой Отечественной войне. Помимо сухопутных участков фронта, военные действия велись также на море и в воздухе. Для защиты наших коммуникаций в Белом море, а также части Баренцева и Карского морей, 2 августа 1941 года была сформирована Беломорская военная флотилия. В ее состав вошли 3 эскадренных миноносца, 3 минных заградителя, 17 сторожевых кораблей, 20 тральщиков, 35 сторожевых катеров, 15 катеров-тральщиков, 2 ледокола и свыше 20 вспомогательных судов. Чаще всего это были спешно переоборудованные и вооруженные рыболовецкие траулеры. Силы флота мы видим не самые большие, а при этом в сферу ответственности Беломорской флотилии, помимо акватории самого Белого моря, входила также оборона и части Баренцева моря, включая стратегически важные проливы Карские ворота и Югорский шар, через которые осуществлялась коммуникация по Северному морскому пути, осуществлялась поставка части союзных грузов, доставлявшихся по Ленд-Лизу сначала в порты Дальнего Востока, а уже дальше вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана эти грузы доставлялись в Архангельск. Через Карское, Баренцево и Белое моря поставлялась продукция Норильского никелевого комбината, а никель в условиях войны был одним из важнейших стратегических металлов, потому что даже небольшая добавка никеля в сталь превращала эту сталь в броню. Понятно, что эти коммуникации были лакомым куском для противника, немецкие самолеты, немецкие подводные лодки, а иногда и надводные корабли-рейдеры совершали свои нападения на наши суда, и эти нападения необходимо было отбивать. За годы Великой Отечественной войны Беломорская флотилия обеспечила проводку около трех тысяч транспортов. При этом противнику удалось потопить только 46 кораблей и судов из трех тысяч, прошедших по Северному морскому пути. В ходе боев с авиацией и силами флота противника было уничтожено две немецких подводных лодки и сбито около 20 самолетов. Не менее важный вклад в защиту Севера внесли и наши летчики. На территории Архангельской области, вблизи Мечкостроя, в поселке Лахта, на острове Ягодник в годы войны находились авиационные базы и военные аэродромы. С них наши истребители могли защищать северные конвои, а также города Архангельск и Молотовск от налетов немецкой авиации. Были периоды, когда на этих аэродромах, помимо военно-воздушных сил Красной Армии, базировалась также бомбардировочная и истребительная авиация наших союзников, Королевских военно-воздушных сил Великобритании. И именно с аэродрома Ягодник в 1944 году поднялись в воздух английские бомбардировщики, которым удалось-таки, наконец, тяжело повредить немецкий линкор Тирпиц, на протяжении нескольких лет угрожавших нашим коммуникациям в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Гидроаэродромы были созданы на острове Моржовец, в Гремихе, на Рьенмаре, Амдерме и на Новой Земле. Самолеты с этих баз патрулировали и водную поверхность, и небо над Баренцевым морем, могли вовремя засечь приближение немецких подводных лодок, засечь приближение немецких надводных кораблей и сообщить об этом нашим судам, для того, чтобы у них было время для ответной реакции. И я уже сказал, что вместе с нашими пилотами совместно Северное Небо защищали и наши союзники, пилоты британских военно-воздушных сил. Но не только на фронте ковалась победа в Великой Отечественной войне. Не менее важную роль в обеспечении победы сыграли и труженики нашего тыла. Большое количество жителей нашей области было привлечено к оборонным работам. Они строили аэродромы, оборудовали убежища от воздушных налетов. В соответствии со специальными постановлениями Государственного комитета обороны от 22 августа 1941 года, более 30 тысяч жителей Архангельской области было направлено на строительство оборонительных сооружений. Их строили на Северном фронте в районе Кандалакши, где важно было не допустить выход немецких и финских войск к Кировской железной дороге, которая была единственной железнодорожной коммуникацией, через которую осуществлялось снабжение войск в Заполярье советских войск, через которую можно было поставлять грузы, поступавшие союзными конвоями через Мурманский порт. Кроме того, в ноябре 1941 года, в разгар битвы за Москву, когда существовала реальная угроза прорыва немецких войск из района Калинина дальше на север, 20 тысяч женщин было направлено на строительство оборонительных рубежей уже на территории Вологодской и Ярославских областей, от Вытигры до Пашихонья. Несмотря на отсутствие в необходимом количестве инструментов, теплой одежды и еды, женщины проявили чудеса мужества и героизма, возводя линии обороны для частей Красной Армии. О том, что пришлось пережить архангелогородцам, мобилизованным на оборонительные работы, свидетельствуют два документа. Это представлена на этом слайде картина художника Кононова, который был сам участником оборонных работ. Она называется «На оборонных работах в Заполярье». Вы видите, что нет никакой техники. Приходится своими собственными руками, кирками, лопатами, ломами перетаскивать, сдвигать с места огромные камни, для того, чтобы строить ракадные дороги, через которые можно было бы вдоль линии фронта перебрасывать подкрепления. И скупые строки официального документа. Из докладной записки уполномоченного Архангельского обкома ВКПБ на полевом строительстве номер 24 НКВД СССР Суслонова о недостатках в организации оборонных работ. Документ датирован сентябрем 1941 года. Встречи рабочей силы, прибывшей на полевое строительство, организовано не было. Местные партийные и советские органы ничего не знали о прибытии людей. В силу неорганизованности и отсутствия единого руководства строительными работами, а также встречей и приемам рабочей силы, не было подготовлено ни помещений для ночлега, ни питания. Были случаи, что едущим рабочим на участок работы давали по 500 граммов хлеба на два дня. При этом нужно было пройти пешком до 80 километров. Не были обеспечены инструментами до 30% рабочих, особенно пилами, ломами, кирками. Совершенно неудовлетворительно обеспечены рабочие питанием. Рабочие получают от 700 до 900 граммов хлеба в день, суп и очень редко второе блюдо. Чай и сахар отсутствуют. Крайне мало было овощей и жиров. За последнее время их вообще нет. Очень много рабочих не обеспечены обувью и теплой одеждой. Надо сказать, что районные организации при отправке людей не обратили внимания на эти вещи и не предупредили рабочих об этом. Но несмотря даже на такие условия, наши жители продолжали возводить оборонительные укрепления и успели выполнить поставленную задачу в срок. Наступление финских и немецких войск на Кандалакшу было остановлено. С первых же дней войны архангел-голородцы понесли свои деньги, понесли свои накопления в фонд обороны. На помощь фронту жители области собрали 169 миллионов рублей, 130 тысяч теплых вещей, 12 тысяч лошадей, 4,7 тысяч повозок, 1626 машин, 267 тракторов собрали 41,5 килограмм серебряных изделий и около 1 килограмма золотых изделий. На эти средства, которые были направлены в фонд обороны, были построены танковая колонна, получившая название «Советский полярник». Мы видим как раз на этой фотографии торжественную церемонию передачи танков КВ из колонны «Советский полярник» действующим частям Красной армии, а также две авиаэскадрильи. Одна из них получила название «Трудящаяся Архангельской области», а вторая называлась «Комсомолец Архангельска». Очень важный вклад внесла и северная промышленность. Расположенные в Архангельске и Молотовске, нынешнем Северодвинске, судостроительные заводы быстро отремонтировали 1012 кораблей и судов, в том числе и иностранных, которые обеспечивали перевозки по ленд-лизу. Зазор между прибытием кораблей конвоя, потрепанных в море, действием немецких подводных лодок, самолетов-торпедоносцев, бомбардировочной авиации, а иногда и надводных кораблей противников, Так вот, зазор составлял одну-две недели. За это время необходимо было осмотреть корабль, провести дефектацию всех повреждений, которые ему были причинены, изготовить заплаты на корпус, изготовить запасные части, которые можно было установить вместо поврежденных, для того, чтобы корабль был готов к обратному плаванию с тем конвоем, который должен был выйти из Архангельска и двинуться обратно к берегам Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Сами рабочие судоверфи при этом голодали. Работу в Лайском доке на ремонте корпусов союзных судов осуществляли подростки в возрасте 14-15 лет. На фронт также было отправлено 25 миллионов кубометров леса, потому что строительство оборонительных укреплений, блиндажей, укрепления стенок окопов без лесоматериалов было абсолютно невозможно. И область, которую до войны называли всесоюзной лесопилкой и даже зеленым Донбассом, внесла решающий вклад в обеспечение Красной Армии этими самыми лесоматериалами. На наших лесозаводах было организовано производство 15 миллионов комплектов тары для боеприпасов, как тогда говорили спецтары. В них упаковывали артиллерийские снаряды, в них упаковывали мины для минометов, упаковывали авиабомбы для транспортировки дальше к линии фронта. Изготовлено было 1,7 миллионов прикладов для винтовок и автоматов ППШ. Изготовили 360 тысяч лыж. 124 тысячи тонн целлюлоза отправили целлюлозобумажные комбинаты, действовавшие на территории области. Целлюлоза была необходима не для производства бумаги, она была необходима для производства взрывчатых веществ. Также было изготовлено уже на механических заводах, в Архангельской области, 80 тысяч корпусов мин. Трудовая мобилизация и мобилизация на фронт, понятно, выбила со всех промышленных предприятий, из всех колхозов и совхозов, в первую очередь мужчин в самом трудоспособном возрасте, самых физически крепких. Поэтому на смену мужчинам на производство и в сельском хозяйстве в первую очередь, конечно же, пришли женщины. Самый тяжелый труд, который пришлось выполнять женщинам, это труд на лесозаводах. Потому что помещения лесозаводов не отапливаются. Постоянные сквозняки, сырость, бревна, которые сплавляли по северной двине и по другим северным рекам, необходимо было вылавливать баграми из реки и дальше поднимать наверх на распиловку, находясь при этом зачастую по колено в холодной воде. Так вот, уже в сентябре 1941 года 54% всех работников лесозаводов составляли женщины. А к январю 1945 года доля женщин, занятых на производстве на лесозаводах, достигла 70%. Помимо женщин, к станкам на наших промышленных предприятиях встали подростки. В первую очередь подростков привлекали к работе на механических заводах, на судостроительных заводах. Доля подростков на промышленных предприятиях Архангельской области составляла от 40 до 75% в зависимости от производства. Мы видим с вами на этой фотографии целую бригаду, сформированную из подростков, трудившихся на судостроительном заводе номер 402. Ныне это производственное объединение Северное машиностроительное предприятие. Еще одним резервом, который можно было привлечь для обеспечения предприятий трудовыми ресурсами, это были пенсионеры. Доля пенсионеров на производстве составила 44,5%. Не менее важную роль в обеспечении потребностей фронта должны были сыграть и порты, расположенные на территории Архангельской области. Немецкие танки рвались к Москве и к Ленинграду, а в это время, 31 августа 1941 года, в Архангельск прибыл первый союзный конвой. Он получил кодовое обозначение «Дервиш». Уже потом, постфактум, его переименуют в конвой «Пикью-0». Он состоял всего из семи судов, действовавших под английскими и голландскими флагами, которые утром 31 августа 1941 года вошли в устье Северной Двины. Этот конвой доставил в Архангельск 10 тысяч тонн каучука, 39 истребителей, 38 тысяч глубинных бомб и магнитных мин, необходимых для нашего военно-морского флота, а также другие важные стратегические грузы. С этого момента перевозка грузов по северному маршруту стала относительно регулярной. Хочется подробнее остановиться на переброске истребителей. Часть из этих истребителей прибыла в Архангельск в разобранном виде, в ящиках. Поэтому на судах-конвоях вместе с разобранными истребителями прибыли и английские механики, которые помогли на архангельских аэродромах собрать эти самолеты обратно, научить ими пользоваться наших пилотов для того, чтобы доставить дальше на линию фронта. Но 24 из этих 39 истребителей прибыли в Архангельск своим ходом. Они находились на палубе британского авианосца Аргус, который прошел через Норвежское море в Баренцево море и поднял в воздух эти 24 истребителя, которые самостоятельно долетели до Архангельска и приземлились на наших аэродромах. Собирать эти самолеты не было никакой необходимости. Они были готовы к отправке на фронт буквально в первые же минуты. В общей сложности в 1941-1945 годах из Великобритании и США к нам на север прибыл 41 конвой. В общей сложности три порта Архангельск, Молотовск и Мурманск обработали около 25% всех грузов, поставляемых Советскому Союзу по ленд-лизу. Было разгружено более 3 миллионов тонн грузов, в том числе 2312 боевых самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, 717 орудий и минометов. Это было очень важным подспорьем для Красной Армии, особенно в начальный период Великой Отечественной войны, когда потери в боевой технике в ходе оборонительных боев были очень существенными. Немецкая авиация и немецкая разведка очень пристально следили за всем происходящим на севере. Для немцев стало настоящим изумлением, когда на полях сражений под Москвой они обнаружили бронетехнику английского, а затем еще и американского производства. Очень быстро враг догадался, куда именно поставляются на территории Советского Союза иностранная военная техника и другие военные грузы. Поэтому уже с весны 1942 года немецкие самолеты-разведчики наблюдали за северными портами, разведывали цели, планировали нанесение будущих бомбовых ударов. На этом слайде вы видите как раз немецкую аэрофотосъемку. Слева изображен город Молотовск, и мы видим, что центр фотографии приходится как раз на территорию судостроительного завода номер 402, а на правом снимке мы видим с вами центр города Архангельска. И это не просто фотография, а фотография, уже обработанная сотрудниками авиаразведки. На ней отмечены все важнейшие цели. Отмечены места дислокации зенитных орудий, отмечены места расположения военных складов, места якорных стоянок и швартовок судов, которые действовали в акватории порта, и союзных судов, которые приходили вместе с северными конвоями. Для чего собирались эти фотоснимки? Для того, чтобы запланировать кинжальный удар по северным портам, сорвать перевозку грузов по Ленд-Лизу. Из воспоминаний немецкого летчика Петера Шталя. 24-25 августа 1942 года. В налете приняли участие 19 машин. Пятый отряд обер-лейтенанта Флехнера вылетел так рано, что оказался над целью еще в сумерках. Самолеты отряда были загружены в основном зажигательными бомбами. Пожары, вызванные этими бомбами, должны были помочь следующим подразделениям атаковать суда и портовые сооружения. Мы находились в центре Белого моря, когда рассеялась облачность. На борту царило молчание. Затем мы увидели на земле вспышки выстрелов и разрывы зенитных снарядов в воздухе. Все как на Данглии, только в уменьшенном масштабе. Я перевел машину в горизонтальный полет, целясь на очаги пожара. Мы были рано обнаружены русскими зенитчиками. К счастью, они неправильно определили скорость самолета и разрывы снарядов ложились за хвостовым оперением. Пожар в районе цели разрастался, и мы без труда положили 4 тяжелых бомбы точно среди портовых сооружений. Мой компас снова показывал курс на базу, авариометр, набор высоты. В Кеми мы прибыли в 2 часа 10 минут утра, пробыв в воздухе 5 часов 15 минут. Вот так описывает свои действия немецкий пилот, принявший участие в первой бомбардировке Архангельска. В налетах в августе-сентябре 1942 года приняли участие немецкие самолеты-бомбардировщики. Почему именно это время было выбрано немцами для нанесения бомбовых ударов? Дело в том, что в августе и в сентябре в Архангельске ожидали прибытия двух союзных конвоев ПК-17 и ПК-18. В каждом из этих конвоев было задействовано более 30 кораблей. И важно было уничтожить портовую инфраструктуру, а желательно нанести максимально возможный ущерб до момента прибытия этих конвоев, чтобы союзные суда просто некому было встречать и разгружать. На город Архангельск было сброшено более 20 тысяч зажигательных и фугасных бомб. В результате этих налетов погибло 150 и было ранено 200 жителей нашего города. Вы обратили внимание, что пишет немецкий летчик, что самолеты были загружены преимущественно зажигательными бомбами. Август месяц. Жаркий и засушливый сезон в Архангельске. При том, что город находится на торфяниках. Большая часть городской застройки деревянная. Вот именно поэтому немцы и выбрали зажигательные бомбы, когда от загоревшегося одного дома огонь мог дальше перекинуться на соседние дома. И если ты поджег один дом в микрорайоне, в результате пожара мог выгореть целый городской квартал. Вот на это рассчитывала немецкая авиация. Но если первый налет был отражен с большим трудом, наши зенитчики не имели еще опыта отражения массированных налетов немецкой авиации, то затем каждая следующая бомбардировка встречала все более и упорное сопротивление. Немецкие самолеты научились сбивать, а воздушные налеты отражать. Важную роль сыграло и сельское хозяйство нашего региона. При том, что Архангельская область в силу природно-климатических условий не относилась к главным житницам нашей страны. Пшеница на севере не урожается, рожь и ячмень производятся в недостаточном количестве. И тем не менее, колхозниками нашей области было сдано на нужды фронта 180 тысяч тонн картофеля, 180 тысяч тонн молока, 90 тысяч тонн зерна, 27 тысяч тонн мяса, 60 тысяч тонн рыбы. А чем же тогда было кормить местное население? Если под лозунгом «все для фронта, все для победы» основная часть производимого в области продовольствия поставлялась за ее пределы. Для того, чтобы прокормить горожан, было создано 166 подсобных хозяйств общей площадью почти 2000 гектаров. Были организованы индивидуальные огороны под выращивание картофеля и овощей. Прибегли и к альтернативным источникам добычи продовольствия. В частности, архангелогородцы стали использовать для своего пропитания мясо и жир гренландского тюленя, который добывался рыбопромышленниками и на территории Белого моря, особенно много в горле Белого моря. На островах Новой земли заготавливали яйца и тушки кайры. Для питания использовали лебеду и мох, в частности, ягель, его научное название – цитрария исландская. Его добавляли при выпечке хлеба в соотношении один к одному, а отвар из ягеля использовали как тонизирующее средство, мощное антисептическое и антибактериальное средство, в том числе и для укрепления сил раненых. Вот о раненых как раз мы с вами сейчас и поговорим. Очень большую работу провели и архангельские медики. На территории Архангельской области было развернуто 36 госпиталей для нужд рядом расположенного Карельского фронта. В общей сложности на них можно было одномоментно разместить 14 300 раненых. Была оказана помощь нашими госпиталями почти 69 тысячам воинов Красной Армии. Причем эффективность работы архангельских медиков была очень высокой. Силами наших врачей удалось поставить на ноги и вернуть обратно в строй почти половину, если быть точнее, 48% раненых, поступавших в тыловые госпиталя на территории Архангельской области. Стали инвалидами 20%. Еще 29% раненых для дальнейшего лечения и оказания медицинской помощи были эвакуированы дальше вглубь страны. Умерли же в архангельских госпиталях только 3% воинов Красной Армии. Понятно, что госпиталя нуждались в постоянной поддержке со стороны местного населения. Развивалось донорское движение. 17 тысяч жителей нашей области стали донорами. В общей сложности для госпиталей было сдано 18 тысяч литров крови. Медики совершили невозможное в условиях нехватки медикаментов, в условиях мобилизации значительной части фельдшеров, врачей, хирургов на фронт они смогли не допустить распространения на территории области эпидемий. В два с половиной раза за время войны было улучшено лечение инфекций, а смертность от этих инфекций удалось снизить в 10 раз. На территории тыловой Архангельской области было размещено также 79 тысяч эвакуированных из прифронтовых областей. В первую очередь это население Ленинграда и Ленинградской области, население Карело-Финской Советской Социалистической Республики, фронтовой Мурманской области. И все это делалось в очень сложных условиях. Поговорим с вами о снабжении населения в те военные годы. Уже 1 сентября 1941 года на территории Архангельской области в городах Архангельск, Молотовск, Котлас, Мизень и Онега были введены карточки. По карточкам стали распределять хлеб, по карточкам стали распределять сахар, а также кондитерские изделия. Но ситуация на фронте продолжала ухудшаться, ведь враг напал на нашу страну в летнее время, когда урожай еще не был собран и находился на полях. Советский Союз потерял самые богатые области. Украину, Белоруссию, южные районы РСФСР и снабжение населения хлебом другими видами продовольствия заметно усугубилось. Поэтому с 1 ноября карточная система снабжения была введена уже во всех, без исключения, городах и поселках на территории Архангельской области. Помимо тех видов карточек, о которых мы уже говорили, появились карточки на мясо, карточки на рыбу, карточки на жиры и на макароны. При этом продовольствие, которое предназначалось для снабжения по карточкам, поступало крайне нерегулярно. И часто магазины осуществляли замену одних продуктов на другие. Например, вместо мяса могли выдать колбасные изделия, питательность которых была меньше. Вместо рыбы могли выдать творог или еще какие-то товары с меньшей калорийностью. При этом была развернута торговля в так называемых коммерческих магазинах и на рынках. Но цены там были в 5-10 раз выше, чем в магазинах государственных. Поэтому люди тратили свои последние сбережения, продавали свои личные вещи или выменивали их на продовольствие. Все это не замедлило сказаться и на демографической ситуации. На этом графике мы видим с вами два вида столбиков. Красным цветом отмечена регистрация рождений, а оранжевым цветом отмечена регистрация браков на территории Архангельской области. Мы видим, что самая катастрофическая ситуация была именно с деторождением. В условиях мобилизации мужчин рождаемость резко упала. Если в 1941 году ЗАГСы на территории Архангельской области зарегистрировали 45 тысяч рождений детей, то в 1943 году уже только 11 287. Затем понемножечку кривая рождаемость начала подниматься. Но мало было родить ребенка, необходимо было его еще и выходить в суровых военных условиях, когда не хватало продуктов питания, не хватало молока, было очень холодно. Почти половина детей, родившихся зимой 1941-1942 года, не дожили до возраста одного года. Также мы видим, резко упала регистрация браков. Связано это было, опять же, с отсутствием мужского населения, детородного возраста и возраста, в котором обычно принято жениться. Все они находились на фронте. На одной из улиц города Архангельска на Троицком проспекте скульптором Стритовичем был установлен памятник детям войны в Архангельске. На этом памятнике мы видим две символические скульптуры. Два ребенка, подросток в матросском бушлате и девочка, которая тянет за собой сани волокуши, в которых какие-то мешки с продовольствием, возможно, картошкой, рыбой, которые она приобрела на рынке и тащит к себе домой. Также мы видим на фотографии военной поры изображающие труд детей Севера на военных предприятиях в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности за годы войны на территории области умерло 146 300 человек. Это 13,4% довоенного населения Архангельской области. В том числе в самом городе Архангельске умерло более 36 тысяч человек. Что было главными причинами смертности? Это голод и болезни. Я перечисляю их в порядке уменьшения значимости. Это воспаление легких, инфекционные заболевания, туберкулез, алиментарная дистрофия, которая, опять же, связана с недостатком питания, особенно с дефицитом витаминов. В одном из самых сложных положений оказались, конечно же, учреждения науки и учреждения образования на территории области. С какими проблемами пришлось столкнуться педагогам и ученым Архангельской области? Ну, во-первых, большая часть научных учреждений с началом Великой Отечественной войны в 1941 и 1942 были эвакуированы в тыл. Архангельская база, северная база Академии наук была перебазирована в еще более тыловой город Сыктывкар. Количество учителей и преподавателей сократилось на 30-50 процентов, потому что учителя Архангельской области в первых рядах добровольцев уходили на фронт. Многим школьникам и студентам приходилось совмещать учебу с работой, потому что их тоже привлекали и к оборонным работам, и к дежурству на крышах домов, особенно в 1942 году, когда Архангельск, как мы уже знаем, подвергался бомбовым налетам немецкой авиации. Необходимо было дежурить на крышах домов, хватать щипцами зажигательные бомбы, зарывать их в ящики с песком, для того, чтобы не допустить возгорания жилой постройки. Их также привлекали к сельхозработам, к работе в подсобных хозяйствах, и при этом необходимо было еще и учиться. Кроме того, лучшие здания школ и вузов нашего региона были переданы под организацию госпиталей. Не хватало учебников и тетрадей. Старожилы вспоминают, что писать приходилось между строчками на газетной бумаге. Какие пути решения находили из этой сложной ситуации? Ну, во-первых, произошла переориентация местных ученых на исследования по оборонной тематике и, кроме того, на изучение местной ресурсной базы, потому что наша промышленность в условиях войны должна была использовать местные виды сырья. Кроме того, в связи с тем, что многие преподаватели вузов ушли на фронт, старшекурсников привлекли к преподавательской деятельности. Они должны были преподавать по своим ранее написанным конспектам студентам младших курсов. Учебу в школах пришлось организовать в две-три смены в неприспособленных по сути дела для этого помещениях. Например, если мы возьмем Архангельский педагогический институт, то основное здание института было передано под госпиталь, а здание бывшего общежития переоборудовали для ведения учебных занятий. Были организованы специальные летние школы для неуспевающих школьников, чтобы за летнее время, когда все остальные находятся на каникулах, они могли бы догнать своих сверстников и успевать по программе. Кроме этого, и студентов, и школьников необходимо было готовить к военной службе. С ними проводились соответствующие занятия по начальной военной подготовке. И даже в таких сложных условиях в регионе открывались новые факультеты. В период войны в Архангельске в педагогическом институте было открыто два новых факультета. Естественно, географический факультет и факультет иностранных языков. Его открыли прямо в 1941 году. И именно преподаватели факультета иностранных языков привлекали в качестве переводчиков при обслуживании грузов, приходивших по линглизу. Потому что нужны были переводчики для иностранных военных миссий. Необходимы были переводчики для служб порта, таможни, которые занимались регистрацией и оформлением прибывающих грузов. Преподаватели факультета иностранных языков разработали и в кратчайший срок издали англо-русско-английский военный разговорник, в котором была вся необходимая лексика, которая могла потребоваться нашим морякам, нашим грузчикам, нашим портовым работникам, работникам государственных структур для беседы с иностранными моряками, руководителями союзных военных миссий, дислоцировавшихся в городе Архангельске. Помимо обычных учебных заведений, на территории нашего региона разместили и военно-учебные заведения. Были военно-учебные заведения для взрослых. Например, в городе Коряжме открылось Котласское военное училище. В городе Каргополь в него было перебазировано Пуховическое военно-пехотное училище. В сам Архангельск приняло себя эвакуированное с территории Белоруссии Борисовское военно-инженерное училище. Также в Архангельске было организовано военно-пулеметное училище. В город Вельск было перебазировано Ленинградское военно-ветеринарное училище. Чему учили курсантов этих военных училищ? Посмотрим на примере Котласского военного училища. Оно началось с подготовки экипажей аэросаней. Они производились на архангельских предприятиях и предназначались для ведения военных действий на Карельском фронте. Эти сани с расположенным сзади мотором с несущим винтом вооруженные пулеметом вот необходимо было подготовить экипажи для таких самоходных пулеметных установок, которые очень годились для ведения боевых действий в условиях тундры. Затем по мере изменения ситуации на фронте это училище стало готовить механиков водителей и экипажей для легких танков Т-70 и для самоходных артиллерийских установок Су-76. Но помимо военных учреждений для взрослых учебных были организованы и военные учреждения учебные для детей. На Соловецких островах 25 мая 1942 года было открыто уникальное учебное заведение Соловецкая школа юнг военно-морского флота, которая готовила младший состав для нужд Советского военно-морского флота. А ведь наш флот столкнулся с достаточно критической ситуацией. Осенью 1941 года для того, чтобы затыкать бреши во фронтах, очень многие моряки были списаны на берег и пополнили отряды морской пехоты, которые воевали и под Севастополем, и под Ленинградом, и на других тревожных участках Советско-германского флота. Многие из них пали смертью храбрых в бою. А когда в 1942 году в массовом порядке пошли союзные конвои и потребовалось резко активизировать наш военно-морской флот, выяснилось, что не хватает личного состава, обученного состава, который мог бы работать на эсминцах, тральщиках, подводных лодках, торпедных катерах, других боевых кораблях. И восполнить дефицит матросов были призваны как раз выпускники Соловецкой школы юнг. На базе Архангельского морского техникума действовала еще одна школа юнг, предназначенная для северного морского пароходства. Подобные учебные заведения от лица наркомата рыбного флота были также открыты в Нарьинмаре и в Мизене. То есть мы видим, что и взрослые и дети готовились к военной службе, готовились защищать свою Родину и отдавать, если потребуется за нее, свою жизнь. Родина высоко оценила труд уроженцев Архангельской области. 130 жителей нашей области были удостоены высшей награды нашей Родины звания Героя Советского Союза. 11 тысяч северян получили медаль за оборону Советского Заполярья. 140 тысяч жителей Архангельской области были награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И разглядывая вот эту архивную фотографию, на которой запечатлен митинг, посвященный нашей победе 9 мая 1945 года в одном из колхозов Холмогорского района Архангельской области нетрудно заметить, кто ковал победу в нашем тылу. Среди людей, вышедших на праздничный митинг, мы фактически не видим взрослых мужчин. Большинство собравшихся на этом митинге это женщины и дети. Именно на них легла основная тяжесть обеспечения нашей армии продовольствием. Они ковали победу в нашем тылу. Поэтому совершенно не случайно 5 декабря 2009 года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев присвоил городу Архангельску звание город воинской славы. И на барельефах украшающих стеллабад стеллы Архангельс город воинской славы два барельефа как раз отражают труд уроженцев нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Итак, сегодня мы говорили с вами о вкладе жителей нашей области в обеспечение победы в Великой Отечественной войне. Так в чем же проявился массовый героизм жителей Архангельской области в Великой Отечественной войне? Мы увидели с вами, что более 310 тысяч северян были мобилизованы на фронт, доблестно воевали на этом фронте и около 45% из них погибли или пропали без вести. 130 человек стали героями Советского Союза, 11 тысяч человек были награждены медалью за оборону Советского Заполярья. Кроме того, северяне были заняты на оборонных работах, собирали средства фонд обороны. Практически все предприятия области были переориентированы на выпуск важной военной продукции. На рабочих местах стали старики, женщины, дети, которые смогли заменить мобилизованных на фронт мужчин. Колхозники нашего региона сдавали государство картофель, молоко, зерно, мясо, а рыбаки всю вылавливаемую ими рыбу. Архангельск и Молотовск приняли более трех миллионов тонн грузов. Это 25% всей помощи, поставленной нам союзниками по ленд-лизу. В связи с этим в 1942-1944 годах оба города неоднократно подвергались налетам со стороны немецкой авиации. Медики нашего региона, несмотря на нехватку персонала и медикаментов, успешно лечили раненых, боролись с эпидемиями, дистрофией и детской смертностью и смогли не допустить массовой гибели населения в тылу. Ну и, наконец, снабжение населения области в годы войны было достаточно скудным. Зимой 1941-1942 годов нормы снабжения по карточкам в Архангельске примерно равнялись нормам снабжения в блокадном Ленинграде. Всего за годы войны умерло 146 тысяч северян, из них 39% в тяжелую первую военную зиму. Спасибо большое за ваше внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова